Всем привет! Сегодня поговорим про три основных главных в миноре часто встречающихся аккорда. Собственно, тоника субдоминанта-доминанта на примере очень простой, очень красивой мелодии. Важный момент. Мы хотим это все обсуждать не для того, чтобы именно эту песню сыграть, хотя как побочный продукт у нас будет возможность сыграть эту мелодию, а обсудить эти аккорды именно как универсальные кирпичики, из которых мы можем строить огромное количество, даже вот на этом же ритме, других песен. Те же самые аккорды, в принципе. Можно до завтра сидеть, приводить примеры мелодии на этих трех блатных основных гармонических функциях, аккордах. Самое полезное, что мы можем сейчас сделать, до того, как я подниму камеру наверх, и будет видно руки, это взять, и даже тем, особенно тем, кто не подбирает, потому что думает, что не умеет, боится и так далее, все-таки взять, чтобы мы впоследствии могли снимать на слух, попробовать подобрать. Этот мотив. Это очень-очень важно сделать. Кстати говоря, большинство людей, у которых есть фортепиано-подготовка, но при этом их учили текст воспроизводить по нотам много лет в музыкальной школе, думают, что не смогут подобрать мелодию часто, но пальцы на самом деле так много раз уже играли разные интервалы на инструменте, что человек может себе что угодно там, особенно если самооценка еще, самоуверенность, какие-то проблемы, что угодно внушать, что не получится, но садишься, и пальцы сами находят. Так часто бывает. Попробуйте, пожалуйста. Последняя подсказка. Проще всего начинать с конца, то есть определить тонику, вот ту ноту, в которой мы заканчиваем, от нее строится самый главный аккорд. Ну все. Кто хотел, поставил на паузу, подобрал самостоятельно. Для остальных, собственно говоря, поехали. Мы в ми миноре. Вот у нас три аккорда. Собственно, в ми миноре. Первая ступенька – это ми, от нее мы строим ми минор. Четвертая ступенька, от ми, это ля, мы строим ля минор. И аккорд пятой ступени – си мажор. Кто-то, может быть, кто не знает, что такое гармонический минор, скажет, подожди, ты же построил вот такую гамму, в которой была одна черненькая фа диез. Но почему у нас тут возникло две черненькие? Отвечаю, потому что нам для такого рода мелодии нужен вот этот вводный тон, ре диез. Чтобы он получился, мы строим аккорд пятой ступени, мажорный. И называем это гармонический минор. Но то, как я вижу гармонический минор, объясненный в каких-то классических пособиях, он объясняется как отдельная такая гамма с повышенной седьмой ступенью. Вот ре диез, да? Мне кажется, проще воспринимать, по крайней мере, чтобы на любительском уровне играть такие песни, это не как прям вот полноценный какой-то звукоряд, в котором эта песня. Мы всю дорогу можем думать, что мы вот в ми миноре натуральном, но именно в тот такт, когда нам нужно сыграть аккорд си мажор, и вот эта альтерация возникает, да, ре диез вместо ре, у нас просто вот один звук временно меняется. Но мы в целом говорим, что произведение, вот эта песня, она в ми миноре гармоническом, потому что вот здесь есть доминанты, вот этот аккорд си мажор. Кстати, его даже почти всегда можно сразу укомплектовать седьмой ступенькой. Доминант севт аккорд получается. То есть, ЕМ, АМ, БС. Ну или АЖ7, если вы извращенцы, которые записывают вот через Эйч. Очень меня это, конечно, раздражает. То есть, может встретиться в Б7, а может быть такая традиция записи, где Б это на самом деле Си бемоль. Ну да ладно, что есть, то есть. Мы это не выбираем. В таком мире мы родились. Итак, теперь мы берем аккомпанемент сначала. До того, как мы подбираем мелодию и совмещаем ее с басом, мы хотим, взяв басовую нотку влево и трезвучие в правой, ну вот, аккорд в правой, себе просто закомпанировать и поймать ритм. То есть, отвлекался на голос, поэтому разок там не повторил аккорд. Но вообще вот ритм он раз, два и три, четыре, раз, два и три, четыре, раз, два и три, четыре. Много где такой ритм нам пригодится. Кстати, в регги, например. Еще раз. Берем аккорды в правой и басовую нотку в левой. И до мелодии надо поймать ритм, ну и заодно сам квадратик. Первая. Четвертая. Пятая. Первая. В разных порядках эти аккорды нам будут встречаться, господи боже мой, ну вот прям вот. Первая. Четвертая. Первая. Четвертая. Первая. Пятая. Пятая. И домой. Там, блин, на частушки. Четвертая. Первая. Пятая. Первая. Поэтому нам нужно в идеале эти аккорды легко строить во всех основных тональностях. Ну, хотя бы для начала в тех, в которых там один-два знака максимум. Вот. Теперь, собственно, наблюдаем в очередной раз, как у нас мелодия повторяет ноты аккордов и соединяет их между собой. Как бы обводит такую контурную карту, да, обводит пунктир. Ну, вот тут разве что. Но в нотку Си из Ми-миноры приходим через такую вот добавочную ступеньку к этому Си-мажору. Еще раз. Вот тут, акцентируя это Фа-диез, мы достраиваем Ля-минор до вот этого АМ-6. Прикольный такой аккорд. Все, опели в конце тонику и вернулись. Ну, и теперь пробуем, собственно, для начала хотя бы с вот таким упрощенным пока что ритмом четвертным. То есть в левой сплошные все четверти раз, два, три, четыре совместить мелодию. Важный момент. Мы играем это не отрывисто, а легато у нас между нижней басовой ноткой и аккордом. Кому больше нравится, можно здесь четвертым, вторым, первым сразу весь аккорд играть. Такой бас нам потом пригодится. Даже в таком варианте, но иногда прикольно будет добавлять все-таки еще один аккордик на И. Поехали. Соединяем мелодию. Два, три, четыре, три. Это один из самых важных моментов для того, чтобы не просто понять, а еще поймать, что здесь правая играет акцент на слабую долю, не одновременно с левой рукой. То есть раз и два. Ну ладно. Вот за счет этого оттяга возникает как раз-таки ритмичность. Опа, я незаметно перешел в левой руке. С вот такого упрощенного аккомпанемента уже на тот, который мы вначале выбрали, когда аккомпанировали только еще своему голосу напевающему. А именно раз, два и три, четыре. Ну или можно раз, два и три. Даже вот так вот. Поехали совмещаем. Педальку можно добавить. Дальше, насколько нам, смотрю, позволяет фортепьонную подготовку, можно добавить в правую руку октавы, в левой руке, добавить сбивку и получить что-то вроде. Там, не знаю. Такой. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Чтобы было какое-то развитие ритмическое. Итого, мы можем начать попроще, потише. И потом по шине. Дай мажу, Господи, Господи. Еще один прием, который я использовал, пока мазал октавами в правой руке, это достраивание не просто октавок, а... нот аккорда снизу под мелодией. То есть вот там, где у меня была Си и аккорд Ми минор, я могу смело достроить, например, соль под эту Си. Или там, вот здесь то же самое. Там пришел в ноту до, аккорд Ля минор, могу добавить снизу нотку Ля. И то же самое касается... О, здесь не здесь октавы, здесь-то бог с ним. Но если бы мы... Вот, допустим, здесь поверх Ля минор играли бы мелодию, без октав. То вот можно торцовую нотку, да, третью ступеньку из Ля минор, а добавить снизу каждый из нот мелодии. Здесь то же самое. Достроили снизу к мелодии нотку Си из Си мажора. А тут к ноте Ми достроили снизу обращение Ми минора. Вот, то есть это уже такая более кучерявая фактура. Ну и следующий там фрагмент. Можно тоже как-нибудь... Да, господи, боже мой. Либо октавами. Либо нотками аккордов. Ужирнить, укрупнить. Вот основные идеи для аранжировки. Мы хотим вот эти вот три блатных аккорда запомнить, чтобы потом, когда у нас будет какая-то другая мелодия на этих же трёх функциях, мы могли бы узнать. Опа, да, это первое в до миноре, четвёртое, пятое и первое. Вот, снизу размещу ссылку, кстати говоря, на разбор песни, которые вначале я приводил в премьер из «Нотр-дам-де-Пари», которая вот эта вот... Да, где прям доводится оттачивание вот этого... Нахождение первой, четвёртой, пятой в разных тональностях до максимума, потому что там тональность меняется по мере того, как поднимается голос у следующего из певтов. То там горбун поёт низко, там священник повыше и так далее. И из-за этого, чтобы сыграть песню «Белли» из «Нотр-дам-де-Пари», надо эти 1-4-5, хочешь-не-хочешь, а находить в ре миноре, там, в фа миноре, в суль-дес миноре, там, по-моему... Да, ну, в си минор там ещё был, вот. И ещё скоро выйдет разбор другой песни, в которой гип-поп уже не просто засветился, которую он сочинил. А «Пессенджер» там будет пример с другой очень важной прогрессией аккордов. Но об этом в следующем выпуске. Всем удачи!